И если это место на земле, прискорбное, как пелось в этой песне, где бы человек мог получить ближайшее общение с Творцом? Где у вас, братья и сестры, есть то место, где вы можете прийти и иметь встречу с воскресшим Господом? Есть столько сегодня номинальных мест, столько песен мы уже сегодня спели и про Гефсиманию, и про Голгофу, где то место, брат и сестра, где ты можешь видеть распятого Иисуса Христа и осознавать, что твои грехи и твои беззакония прощены. Писание говорит, что на всяком месте, на всяком месте, брат и сестра, ты можешь получить просимое. Какова бы ни была твоя проблема, какое бы ни было твое тяжелое бремя, Христос готов иметь встречу с тобою на всяком месте, аллилуйя. И если только ты способен поклониться Ему в духе и в истине, ты мгновенно ощутишь Его присутствие, аллилуйя. Потому что Он ждет. Он ждет тебя во всякое время. Он ждет тебя дома. Он ждет тебя на работе. Он ждет тебя на улице. Он ждет тебя в доме молитвы, где наречено Его имя. Аллилуйя. И если бы у нас доставало, братья и сестры, внутреннего, того сокровенного мира, который дал Христос на Голгофе, то наше бы стремление было во всякое время иметь это единение, во всякое время видеть Иисуса Христа творящим. И всякий раз, когда мы сходимся вместе для того, чтобы совершить вечери любви, мы как-то по-особенному готовимся. Мы как-то по-особенному располагаем свои сердца. И у кого-то был путь. Может быть, неделю ты готовился к этому служению. Может быть, от пятницы, от ночной молитвы. Может быть, сегодня с утра ты решил, я этот день начну по-новому, потому что это святыня. Я хочу угодить своему Богу. Я хочу быть таким, каким Он хочет меня видеть. Признавая все свои недостатки, все то, что предано плоти в твоей жизни. Брат и сестра, готовишься ли ты увидеть Иисуса, как Он есть? Для этого не дано будет времени. Как только перестанет биться твое сердце, ты уже не сможешь поправить себя. Ты уже не сможешь приготовить себя. Ты не сможешь очередной раз подумать, а может быть, я попощусь или помолюсь ночью. Времени уже не будет. И ты предстанешь пред Ним, таким, какой ты есть. И доколе мы живем на этой земле, доколе мы ходим в плоти, братья и сестры, есть возможность пережить общение с Иисусом Христом Воскрешим. Слава нашему Богу! У каждого из нас свой путь, у каждого из нас свои навыки для того, чтобы подготовить себя к совершению святыни. Но если бы наше сердце настолько относилось к этому служению, к очень важному служению, то мы бы осознали, что не только время подготовки к этому служению важно, но и каждый день, каждое мгновение жизни на земле. Мы христиане, братья и сестры. За нас заплачена цена, цена крови Агнца Божьего, Иисуса Христа. Слава нашему Богу! Совсем недавно мне довелось быть в польской тюрьме с евангелизацией. Вы знаете, все по-новому, все не так, как у нас. Совсем вроде бы и тюрьма. Тюрьма, засовы, все одно и то же. Камеры. Но люди какие-то другие. Но я понимаю, что для этих других людей, так как и для наших, нужен Христос. И когда в зал начали заходить люди, мы ожидали человек 30 до 40, хотя стульчиков стояло гораздо больше. И я еще так подумал, братья, видно, верой поставили, что больше придет. Это непринудительно. Кто хочет. Кто хочет, тот может прийти и сесть. И вы знаете, дан шанс, возможность человеку. Ты можешь... Мы так внизу видели, там спортивная площадка, специальные тренажеры стоят, штанги, гантели лежат. И часть людей высыпала туда, они с радостью схватились, кому что надо было, начали тягать это железо. Я себе думаю, и такой день прекрасный был, какой-то теплый, по-особенному не такой, как обычно. Ну, прохладно было. А это теплый день дал Господь. И как-то, знаете, тюрьма разделилась на две части. Кто-то был там, а кого-то ожидали здесь. И первыми начали заходить те люди, которые уже стали братьями, которые были во Христе, они подходили, приветствовали нас, нас знакомили с ними тут же. Потом людей становилось все больше и больше. Потом еще больше. И я на мгновение подумал, мне начали рассказывать, тут люди разные. Это тюрьма, где очень большие сроки. Очень большие сроки. И когда зал заполнился людьми, я не знаю, я не помню, были ли там свободные места, по-моему, не было. Весь зал был заполнен людьми. И я обратил внимание, что кроме нас и заключенных нету ни одного охранника. Нету ни одного надзирателя, братья и сестры. Мысли стали путаться немножко. Представляете себе ситуацию. Масса преступников, заключенных, и тут ты. И кроме меча, который острее обоюдоострого меча, который может проникнуть до разделения души и духа, состава и мозга, у тебя ничего нету. И даже телефона нету, чтобы позвонить, если что. И двери затворились. Но туда пришел Христос. Слава нашему Богу. И тогда мне, мое внимание, там брат, который завел нас туда, он обратил внимание на одного молодого человека. Ну, ему под сорок уже. И он говорит, этот человек сидит уже 20 лет. С 18. Он убил двоих человек. И он здесь на пожизненном. И он говорит, я помню первое служение, когда он прибегал, накурившись перед этим. И сегодня, говорит, с его сердцем что-то происходит. И вы знаете, он как-то в палме, он был особенный среди всех. Может быть, потому, что вы не обратили на него внимания. И подсознательно я понимаю, что этот человек будет сидеть здесь всегда. Степень вины его настолько высока, что он просто здесь навсегда. И когда после проповеди Евангелия и призыва к покаянию, он вышел вместе с остальными заключенными, очень много, наверное, большая часть людей вышло на покаяние тогда. И они ждали той молитвы. Той молитвы, которая способна заключенному человеку навсегда, братья и сестры. Вся его жизнь пройдет в заключении. Но этого человека ничто не отличало от тех людей, которые готовились выходить на свободу. Этот человек стоял, молился. Он немного плакал, украдкой вытирал свою слезу. Человек, который понимает, что он здесь, в этом заключении, потому что он достоин этого наказания. И я смотрю, что для Иисуса нету разницы. Ни для этого, ни для этого, ни для того. Он всех полюбил одинаково. И когда мы с ним прощались, знаете, мне почему-то захотелось особенно благословить этого человека. И когда говорил с ним, братья и сестры, я смотрел в его глаза. Его глаза были полны любви. Я знаю, что этот человек больше никогда не убьет себе подобного. Я знаю, что в сердце этого человека живет Дух Христов. Аллилуйя! Он захотел этого. Он вожжелал этого. И сам Господь был на том месте. Слава нашему Богу! Бог способен каждого из нас менять. Настолько менять, братья и сестры, для того, чтобы наше сердце стало способным не только воспринять жертву Голгофы, но и уподобиться Ему. И этим свидетельством может стать только любовь к ближнему своему. Слава нашему Богу! Читаю Евангелие от Иоанна, 13 глава, 34 стих. «Заповедь новую даю вам, долюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Что за новую заповедь принес Христос? Что это за заповедь такая, которая весьма важна для нашего Господа? Почему Он не сказал, вы не должны там, я не знаю, упиваться, вы не должны развлекаться, вы не должны одеваться не так, как люди этого мира? Он говорит о заповеди любви. И эта заповедь любви подразумевает любовь не только к тому человеку, который готов тебе жертвовать, готов тебе помогать. Эта заповедь принадлежит для каждого человека, который желает в свое время увидеть своими глазами Господа. Новую заповедь даю вам, долюбите друг друга. Наверное, это самая тяжелая заповедь, самая сложная. Она самая важная, которую мы должны исполнить, братья и сестры. Он не уговаривает их. Ну, послушай, ну, пожалуйста, ну, полюбит этого человека. Христос смотрит на учеников, которые собрались в той горнице после этой вечери, после омовения ног. Он видит каждого из них. Ему не нужно свидетельство, что в этом человеке он знает все. И среди тех, которым звучало это слово, уже одного ученика не было. И никто не знал, где он, но знал Христос. Он омыл ему ноги. Он дал ему шанс. Он благословлял этого человека, но он сделал выбор. Брат и сестра, заповеди Писания, говорит его, не тяжкие. Бог ставит нас в условия, где действует Дух Божий благодать, где есть устройство от Бога. И если мы научились или пытаемся научиться тому близкому отношению с нашим Творцом, через Сына Божьего Иисуса Христа, который покрывает все твои недостатки, который избавляет тебя от твоих слабостей, от твоих беззаконий и грехов. И, возможно, ты сегодня только на пути, и еще не все для тебя открыто. Может, со временем, может, сегодня ты придешь в твой дом и подумаешь, слушай, во мне есть что-то. Я могу сидеть рядом с сестрой, рядом с братом, вместе с ним протягивать руку к святыне, но внутри себя ненавидеть или осуждать его. Брат и сестра, Христос знает твое сердце, Христос знает твою внутренность, Он знает помышления твои, Он Бог, слава нашему Господу. И потому Он сделал все, чтобы эта святыня в твоей жизни совершалась неноминально. Это Его тело и это Его кровь. 14 глава Иоанна с 1 стиха. Братья и сестры, живя на земле, мы так привыкли приготовлять себе место. Мы идем в дом молитвы и мы думаем, где будет мое место. Мы кому-то просим, слушай, займи мне место, я хочу быть там и там, мне нравится тут сидеть. Я привык здесь сидеть. Кто-то может сказать, это мое место, пересядь, пожалуйста, отсюда. Но Христос говорит, что там в небесах Он будет готовить место. Он пытается, братья и сестры, наши земные взгляды перевести туда в небесах. Брат и сестра, сегодня ты можешь стоять у дверей. Сегодня тебе может не хватить места в доме молитвы. И ты только духом будешь здесь, а телом будешь вне Его. Но там в небесах Христос приготовил место. Слава нашему Богу. Он сделал это. Это была Его цель. Он пришел сюда, Он познал своих. Он делом доказал, что возлюбил сущих в мире до конца, братья и сестры. И ничего не осталось того, чтобы Он не сделал для нас. Он все совершил. И наставляя своих учеников перед своим взятием с земли, перед голговскими страданиями, перед смертью, Он задает им вопрос, когда я посылал вас без мешка, без сумы, без обуви, имели ли вы в чем недостаток? Ученики говорят, ни в чем. А теперь говорю вам, возьмите мешок с суму и продайте одежду и купите меч. Братья и сестры, Он ставит нас в положение людей, которые готовы на всякое время к любым событиям, что бы ни произошло, что бы ни случилось в жизни верующих людей, последовавших за Иисусом, это всегда готовность. Если не так, то так, если не так, то так. И апостол Павел, фактически доказывая свою правоту для Каналинфинской церкви, зная, что там тоже достойные люди, они много познали, хотя не до крови сражались. У них были пророки, у них были те, кто видели видение. У них не было недостатка, ни в каком даровании. И он, как бы оправдывая себя, говорит, если я начну хвалиться, то я приду к откровениям. Я приду к тому, что в человеческом обиходе, в человеческом языке может быть необъяснимым. Это апостол Павел учит нас, братья и сестры, возвещая о том, что может произойти в небе и что может произойти у тебя в близком отношении с Богом. Когда ты воздыханиями неизреченными, братья и сестры, воздыханиями неизреченными, можешь говорить со своим Творцом. Когда твой ум останется без плода, но ты знаешь, что ты говорил с Богом, потому что твое сердце наполнилось миром, потому что проблема, с которой ты пришел, может быть, со слезами и скорбью, она уже решилась там в небе. Аллилуйя! Слава нашему Богу! И так бывает. Глазами еще не вижу, но здесь имею свидетельство, что вопрос решен. Бог так делает. Он учит этому общению. Он приготовляет нас, братья и сестры, чтобы мы не паниковали, чтобы мы не заходили в самоосуждение или в осуждение кого-либо. Христос царствует. Это Он справедливый судья. Это Он судья, от взгляда которого не укроется ничто. Ему все равно, что скажет прокурор против тебя. Он имеет решение. Он имеет решение, братья и сестры, потому что Он единственный заплатил ту цену. А куда я иду, вы знаете, и путь знаете. Фома сказал ему, Господи, не знаем, куда идешь, и как можем знать путь. Иисус сказал ему, Я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Такие простые, доступные слова. Я есть путь и истина, и жизнь. Это слова, которые способны взвесить сегодня наше христианство. Это слова, которые способны взвесить нашу веру. Если Христос – путь истина и жизнь, то иду ли я этим путем? Христос стал моим путем. Да, у нас есть какие-то жизненные вопросы, которые мы должны решать ежедневно. У нас есть забота, у нас есть ответственность. Но все это – Иисус Христос, путь истина и жизнь. И если мой путь – истина, если мой путь – Христос, то я буду иметь жизнь. Что стоит сегодня протянуть руку к хлебу и к вину? Это может сделать любой человек. Любой, который просто попробует. Я помню, когда еще не был верующим человеком, я с одним… Он был коллега по работе, но очень такой, знаете, нехороший человек. Он взял меня с собой в американскую церковь, мы пришли с ним на служение и как раз попали на хлебопреломление. И там раздавали в таких наперсточках, где он так подошел к этой чашке, ну, такая поднос, и там эти наперсточки стояли, вот так зацепил пальцами и предложил мне выпить. Я не понимал, что он делает. Я сделал, как он. С моими руками ничего не произошло. Мои ноги как ходили, так и ходят. Но я не понимал тогда, что этим самым я порочу имя Христа. Он действительно милосердный Бог. И если ты не в должном состоянии выпьешь вина или примешь кусочек хлеба, может, ничто не произойдет и гром не ударит тебя. Но когда я стал верующим человеком, то я понимаю, что своим пренебрежением к святыне я причиняю ему боль. Я причиняю ему скорбь. И всякий раз, когда наставляю верующих людей перед заповедью, я читаю слово со священного писания и даю наставление, которое когда-то давал Христос. К сожалению, Иуда этого наставления не понял. Он стал тем участником, тем беззаконником, которыми иногда бываем мы с вами, братья и сестры. Он предал Христа. И было два негативных примера. Сначала Иуда, а позднее и Петр. Но есть разница, братья и сестры. Я не хочу, чтобы мы сегодня себя засудили и сказали, я недостоин. Я хочу, чтобы мы сегодня стремились исполнить эту заповедь. Мы верим в то, что молитва, которая возносится к Богу, тем более на этом месте, где народ Божий сходится, и если ты почитаешь себя недостойным, и если почитаешь себя согрешившим, очередной раз, раз за разом, есть возможность сказать ему, отче, прости мне. Прости. Я без тебя не могу делать ничего. Я не могу жить свято без тебя. Потому что это становится только проявлением характера. Но Бог дает силы каждому из нас, братья и сестры, вникая в Его Слово, желая исполнить Его, желая полюбить ближнего своего, особенно того человека, который не слишком симпатичен для тебя. Он будет слышать эту молитву. Но мы сделаем это искренне. Искренне, пред престолом Божьего благодати, месте освящения нашего. Когда-то мы увидим Его, как Он есть. Мы можем верою сегодня, братья и сестры, подняться туда, к праведным небесам, эти золотые тротуары и жемчужные врата. Мы можем себе представлять, как будет эта встреча, и что мы скажем Ему, когда увидим Его. А может, это будут воздыхания неизреченные. И мы здесь на земле речь не приготовим. Мы здесь можем сделать то самое малое, исполнить заповедь любви. Протянуть свою руку к святыне. И мы будем готовиться к этому служению, братья и сестры. У нас еще есть несколько мгновений, когда мы можем призвать имя Божье в молитве и сказать Ему, что у нас не так, для того, чтобы Он простил, осветил и очистил. И мы не принимали эту заповедь в осуждение себе. Да благословит нас Бог и да расположит наши сердца быть готовыми во всякое время ко встрече с Мессией. Аминь.